Проблема, главная проблема российского футбола, как и любого другого вида спорта в нашей стране, кроме покера, значит, спортивного и вообще практически любой другой области, там, не знаю, бизнеса, отсутствие индустрии нашей стране, ни футбол, ни хоккей не являются спортивной индустрией, то есть не зарабатывать на собственное существование. Были сверхгигантские нефтегазовые доходы, бюджеты у нас, извините, 16 клубов в футболе, 8 содержатся за счет бюджета субъектов федерации или города, где они находятся, остальные 8, это довески к большим компаниям. Почувствовал себя РЖД плохо в кризис раз, в половину финансирования, почувствовал себя там Суниан Керимов хуже раз, Анжи моментально сегодня претендовал на победу в чемпионате, а на следующий год во второй лиге. Это все не индустрия, я сторонник жесткий платного спорта, за спорт надо платить, это привлечет деньги в индустрию, эти деньги можно по-разному перераспределять, каким-то образом уравнивая, тем самым создавая более-менее хотя бы стартовые равные условия для всех команд, которые играют, например, в чемпионате и так далее. Вот пока не будет индустрии ни о каких серьезных, это все будет оторвано от действительности. Футболисты, которые получают в миллион раз больше, в миллион раз больше получают Халк, чем средний болельщик клуба, это не нормально все, это все не индустрия. Поэтому, собственно, отсюда, как и о каком спорте больших достижений мы можем говорить. Да, можно купить нескольких спортсменов, которые выигрывают там олимпийские золотые медали, но футбол несколько другая история. И у нас абсолютный кризис в футбольной индустрии, кризисы в том числе и зрительские, к сожалению. У нас, извините меня, ходит по прошлому сезону меньше 10 тысяч человек на матч. Это запредельно низкая посещаемость для спорта номер один. Соединенные Штаты, извините, что опять о них вспоминают, просто эти цифры редко попадают в телевизор. Где футбол пятый вид спорта, если не там седьмой, после четырех главных лиг баскетбол, хоккей, американский футбол и бейсбол, где там масштабы индустрии не поддаются, в принципе, моего понимания, каждая больше там в десятки раз, чем Газпром наш. Так вот, футбол, он же сокер в Америке, средняя посещаемость матчей 30 тысяч человек. И американская сборная, и все клубы сами на себя зарабатывают и имеют деньги. У них нет персональных спонсоров, ни у кого это запрещено. И у всех есть деньги приобретать, в том числе и топовых европейских игроков, которые уже постепенно заканчивают карьеру, но они не дешевые, это добавит дополнительный пиар-эффект. Но вы представляете себе, 30 тысяч. И они последние 12 лет регулярно попадают в ПЛОФ и доходят до четвертого финала чемпионата мира. Вот взаимосвязь, как работает индустрия, деньги, люди, кадры и так далее. А у нас все, сейчас кризис, бабки закончились, премьер-лига умерла. Еще чуть-чуть и уедут от нас всякие халки, или мы их задушим. Теперь мы экстренно вводим бессмысленные лимиты легионеров, хотя в Англии, например, нет никаких лимитов легионеров. И есть топ-клубы, которые полностью состоят из игроков, не англичан. И ничего, как бы первый, второй чемпионат в мире. А мы пытаемся экстренно искусственными мерами сейчас попытаться создать условия для того, чтобы играли наши футболисты. Да они некачественные. В чемпионат, чтобы играли в свои клубы. Они некачественные, они проигрывают конкуренцию. А сейчас они будут мало того, что некачественными, еще бы просить здоровую зарплату. И это не приведет к никакому улучшению качества нашего футбола. Нет, просто будет больше наших футболистов некачественных бегать, и все наоборот, уровень чемпионата подсядет. И никакому прогрессу в сборной, к чемпионату мира это не приведет, не говоря о том, что мы сбросили капелла. Хотя мне казалось, что это ошибка, что это правильный тренер для нашей команды. Несмотря на то, что результаты, прямо скажем, невеликие, но он работает с тем, что есть. Проблема нашей сборной не в наставнике. Проблема нашей сборной, к сожалению, просто в бездарном поколении футболистов. А это, в свою очередь, следствие отсутствия системной работы с футболом, начиная с детской и юношеской футболы и топ-клубом. Вот и все. Это как всех остальных видов спорта, еще в большей степени. Там нет таких денег, как в футболе, которые больше, чем в спорте. Это, так сказать, инструмент политического влияния, сохранение стабильности в обществе, особенно в небольших городах, где есть клубы. Поэтому на них тратят деньги администрации местные. Вот и все. Я думаю, что... Я бесконечно рад чемпионату мира по футболу. Вот из двух путинских больших начинаний я, конечно, больше ему благодарен за чемпионат мира по футболу. Да, да, это большая победа. И даже если бы нас поймали на коррупции, я думаю, что, конечно, не обошлось без неформального давления, как всегда в подобных вещах, то я бы даже в этом случае поддерживал нашего президента в стремлении получить этот чемпионат для нас. К сожалению, из-за кризиса он не станет прорывным с точки зрения коммуникаций новых в России. Я думаю, что не будет построено... Во-первых, количество студентов сокращают и не будет построены никакие скоростные дороги и так далее. То есть инфраструктурно он не будет таким прорывным. Но, тем не менее, это, конечно, большое событие для государства. За это ему, в этом смысле, спасибо. Но пример надо брать с Германии, которая 15 лет назад полностью реформировала систему своего футбола. И посмотрите, что сейчас. Еще абсолютно молодые шванштайгеры и всякие прочие, которые уже... Это уже пенсионеры немецкой сборной. У них Гёцца, который забывает гол в финале чемпионата мира. Это уже, ему там сколько, 22 или сколько, 21 год. Мальчишка, пацан, он уже через... После чемпионата Европы он уже будет сходить. У них уже молодых там на три состава сборной появилось. Талантов. Вот как работает систем... Ну, это немцы. Системность подходит. А не превратится ли наш чемпионат мира по футболу во второй Сочи, во вторую Олимпиаду со всеми вот этими проблемами? Окей, значит, давайте так. Это отдельный разговор по поводу объектов. Я не приветствую, там, еще раз говорю, этих гипер-трат на Сочи. Я вообще не приветствую гипер-подкод, который Владимир Владимирович и его команда, так сказать, используют в последнее время. Попыток, как бы, пятнами, мигалопроектов национальных. Саммит АТС за 28 миллиардов, Сочи за 50, там, еще что-то это, Крым-бам-бам, вот таких, да, это все большие империи, вот, с закатом империи всегда в истории человечества свидетелями или свидетельствами этого становились большие мигалопроекты. Хлеба и зрелищ, большие, что-то большое, крупное, там можно много украсть. Это всегда, ну как же, ну что вы, ну пускай даже развороты, это же Олимпиады, это все, это надо, это вне пределов экономической целесообразности, это мессианский проект и прочее, прочее. Все империи так гибли. Гладиаторские бои в римских империях начинали проводить тогда, когда было хреново, честно говоря, в жизни. Но, я при этом не могу отрицать того, что горнолыжный комплекс нужен был стране. Нужен. Не знаю, где бы правильно было строить, в Красноярске или в Сочи. Надо ли проводить Олимпиаду в субтропиках? Или надо? Не берусь, много точек зрения. Сан-Абаб-стрейная трасса нужна была, одна единственная. До этого катались в Сигулде, где она неполноценная, туда четверки не влезают, бабы. Построили, слава богу, пускай в два раза дороже, чем точно такая же, как в Германии, но тем не менее. Ну построили, она нужна. Что-то еще нужно? Ну, четыре ледовых арены в Сочи не нужно никому. Австралийцы, которые одними из первых в Сиднее применили модульный подход строительства к Олимпийским объектам, они заранее знали, куда большая часть их построенных стадионов уедет. Они их продавали, что-то продали в Новой Зеландию, что-то перевезли в другие города Австралии, ну и так далее. Здесь этим стали заниматься уже по ходу. Опять-таки, российская система принятия решений. Врубились, сотни миллиардов, у нас же проще получить 100 миллиардов, чем 100 рублей. Всадили туда, и потом уже в процессе Олимпиады собрали комиссию, а что делать с объектом? Ведь каждый день их простое, стоит огромных денег. Сочинского бюджета, потому что федеральный уже не хочет это содержать. Ну, Формулу-1 туда добавили. Ну, это уикенд в году, ну, неделя в году. Все. Все это стоит теперь пустое, все это, естественно, разваливается. Построено, в общем, не везде хорошо. И на все тратятся деньги на обслуживание. У чемпионата мира несколько другая история. Это моноспорт. Частично инфраструктура уже будет к нему готова. Это стадионы клубов, которые так или иначе все равно были бы построены. Здесь, ну, инвестиций государственные меньше значительно. Правильно, там, зенитовские, спартаковские, ну, хорошо, ладно, лужники реконструкции и так далее. Те стадионы, которые реконструируются или появятся в городах, которые будут принимать матчи, они там объективно нужны. Там есть футбол, там, возможно, есть какой-то бизнес, который готов содержать команду. Следовательно, команда будет играть на нормальном стадионе. Но это неестественно, когда команда там, не помню кто, в Мордовии проводит 80% своих домашних матчах на стадионах других команд. В том числе и домашний матч с зенитом, последний в чемпионате, они проводили, ну, понятно, по каким причинам, в гостях у зенита. Ну, это, ну, это, ну, свой домашний матч в гостях на стадионе соперника. Зато стадион был полный. Это не нормальная ситуация. И, наверное, в этих городах, там, как Новгород, Нижний Новгород, я имею в виду, я не знаю, там, Казань, Саранск, там нужны большие стадионы, там есть большие клубы и дай бог. Вопрос, кто их будет содержать, ну, это уж, так сказать, как договорятся. Я, честно говоря, там в каждом случае, наверное, по-разному. Что-то будет держать на балансе администрация, что-то будет содержать, например, генеральный спонсор клуба, если это частный бизнес. Вот. Мне здесь, как раз, этот проект, большой проект показался интересным с точки зрения именно государственных инвестиций в инфраструктуру. Но, опять-таки, вопрос о целесообразии строительства скоростной магистрали. Москва, Нижний Новгород весьма сомнительно. Потому что сейчас ходят два Сапсана, например, и они часто ходят неполными, а садить туда несчитанное количество миллиардов, чтобы потом, якобы, продлить это до Казани, потом еще куда-то туда в Азию. Но всем известно, что высокоскоростные магистрали теряют свою целесообразность, если расстояние выше тысячи, там, или тысячи с небольшим километров. Дальше уже быстрее самолетов. Но, тем не менее, возможно было, возможно было что-то интересное. Строительство с красной дороги Москва-Питер, я по ней недавно ездил, и она высочайшего качества, те платные куски, которые я попробовал. Вот, это уже положительное влияние чемпионата мира по футболу. И она построена по формуле государства частного партнерства, то есть с приучением реальных частных инвестиций, которые будут потом эксплуатировать эти дороги. Да, опять-таки, начинания у нас все хорошие, а вся хорошая заканчивается на стадии реализации. Я надеюсь, что чемпионат мира все-таки с точки зрения бизнеса для страны будет реальным, ну, как бы выигрышным и эффективным мероприятием. И позволит еще получить кое-какие внешнеполитические бонусы с точки зрения имиджа, безусловно. Продолжение следует...